Сейчас ей 45, она заслуженная артистка России и мать троих детей. Но, к сожалению, первый муж бил, а второй до сих пор находится в бегах, ведь разыскивается Интерполом за кражу миллиарда. Как сложилась непростая судьба певицы Жасмин. Она родилась в семье деятелей искусств в Дагестане, и при рождении звали нашу героиню Сара Монахимова. Родители не отпустили юную девушку учиться в Москву, поэтому она окончила местный медицинский колледж, кстати, с отличием. А на очередном конкурсе КВН породила всех своими вокальными данными. Ее заметили, но только благодаря финансированию мужа Сара стала популярной певицей. Он вложил немалые средства в продвижение и раскрутку Жасмин. Владелец элитного московского ресторана Вячеслав Семендуев был на 17 лет старше нашей героини и любил ее по-своему. На людях супруг с нее пылинки сдувал, а дома был настоящим тираном и деспотом. Однажды он даже переборщил с воспитательным процессом, и Сара попала в больницу с переломанным носом и сотрясением мозга. Брак закончился скандалом и огромным резонансом в прессе, несмотря на то, что у супругов подрастал сын Михаил. Как бы там ни было, но вскоре наша знаменитая героиня во второй раз вышла замуж за миллионера и успешного бизнесмена родом из Израиля. Сара сменила фамилию и с этого момента она стала уже Сарой Шор. На этот раз все было хорошо до поры до времени. Карьера шла в гору, Жасмин родила еще двоих детей. Только вот недавно она стала матерью-одиночкой. Ее муж находится в международном розыске и приговорен к 7 годам тюрьмы за кражу миллиардов. А наша героиня должна теперь одна воспитывать и поднимать троих детей, причем самому младшему сыну Мирону только 7 лет. Сара Шор не теряет надежды обелить имя супруга и периодически выкладывает общие с ним семейные фотографии в своем микроблоге. Она любит мужа и верит, что все наладится. И в скором будущем они опять смогут быть вместе. Вот не везет Жасмин с мужчинами, патологически не везет. А как вы считаете, может в 45 лет пора уже снять розовые очки и здраво посмотреть на свою жизнь, сделать выводы и начать жить с нового чистого листа? Или пусть верит и ждет?